Какими-то экономическими санкциями. На что я прямо хочу заявить. Может быть несколько в резкой форме. Если кто-то из нашего окружения хочет в Беларуси иметь Чечню на западе, это не проблема. Это будет посложнее, чем Чечня. Я думаю, это никому не надо. Если кто-то хочет иметь здесь похлеще, чем Косово, Антлав, но уже в сердце Европы, я думаю, это тоже не проблема, но, наверное, европейцам это не надо. Хочу, чтобы россияне понимали, особенно руководство России, что мы не будем мальчиками на побегушках. Мы самостоятельное, суверенное государство, живущее с вами в одном доме, но имеющее свою квартиру. С боевиками, которые воюют против украинцев, их надо уничтожать. Но сначала разберитесь, а то перестреляете свои. А если есть некоторые тут умники, считающие, что белорусская земля – это часть, ну, как они говорят сейчас, русского мира и чуть ли не России, забудьте, мы всегда были гостеприимны к любому человеку, но заставим любого уважать наш суверенитет и независимость. В графике тебя нет, ну, я же неделю здесь буду, в графике тебя нет, думать надо, прежде чем ты что-то делаешь. Он имеет такие огромные дотации из России, потому что ему из Вашингтона приказывают содержать вооруженный сброд Украины, все перенаправляют туда. И он что думает, Россия будет это терпеть? Он отобрал у людей работу, благосостояние, он все туда. А потом, когда ему приходят и говорят, а мы тебя самого сейчас, как Януковича, а можем просто как Чаушеску, а дальше все посыпется. Он за себя боится, потому что он прекрасно понимает, что те, кому он служит из Вашингтона, его в грош не ставят. И их обещаниям верить вообще нельзя, они могут что угодно пообещать. Они пообещали Януковичу, что не будет государственного переворота, зная, что они врут, они вышли и тут же команду, все, убирать его. А Путин порядочный, он держит слово. Ну как же человеку непорядочному не нагадить? И все время гадит и гадит. Вообще ничего не делает, он только гадит и ворует. Так что, как говорится, как огукнется, так и откликнется. А вопросы в Беларуси будут решены по-другому. Никто не собирается вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Но Лукашенко себя загнал в угол. И без социальных реформ в Беларуси не обойдется. Просто не обойдется. А социальные реформы приведут к тому, что это будет другой тип государственности. Но без Лукашенко. Вот и полетел в Сочи. Типа, вам же надо какое-то спокойствие? Да уже подошел тот период, когда здесь уже все сделали. Мы можем еще взять небольшую нагрузку и обеспечить ресурсную устойчивость, чтобы не было там больших потрясений и не перекинулась там война. А пусть белорусское общество и решит, какой тип государственности и какая структура управления будет. Это и внутреннее дело. Он значительно больше доверяет. И он почему ездит до сих пор? Ему нужна поддержка и опора, минуя СМИ. Он это делает. Он добивается этого. И вот мы на прошлом вопросе и ответе говорили о том, что тяжелейшая утрата, так сказать, понесла новая команда Трампа. И он вынужден был своего помощника уволить по национальной безопасности, Флина. И вот все, они его сделали, они его сломали, он не может ответить, теперь они все там будут им рулить, как хотят. Ну, так рассуждать люди могут только вообще не понимающие, как управляют социальные суперсистемы. Просто не понимающие. А что, по сути, это дело произошло с Флином? Да, хотелось бы этого генерала иметь в своей команде. Но на определенном этапе поняли, что сформировать кабинет так, как надо, особо не получается. Нужен реально, как сказал Флинн, козел отпущения. Нужен клапан, через который нужно стравить избыточное давление, чтобы котел не взорвался. И здесь что сделали? Все перенаправили, маленькие движения руки, и все перенаправили на Флина. Слили разговор, он дал определенный комментарий, его уволили. А ущерб-то управлению команды Трампа нанесет хоть какой-нибудь? Вообще никакой. Вот просто. Никакой. Флинн может создать, например, ABC какой-нибудь компани ЛТД имени себя и объявить, что он будет заниматься консалтинговыми услугами в сфере национальной безопасности. Решать такие. Stratford, Rent Corporation, такие есть. Организовать, если уж не полномасштабный контракт с ним, то уж разовые консультации с ним в любое время не представляют никакой проблемы. То есть, он может вообще и разные варианты. Он может вообще никуда не входить. Но вот обратятся, вот надо с таким человеком, знающим, поговорить. Ведь проблема корейского президента, которого там через импичмент выносят, в том, что она не формализовала свои отношения с человеком. А вот если формализовать эти отношения, то он может не занимать никакой должности. Но все советы будут качественны от того человека, от которого надо. Поэтому никакого ущерба этому управлению не нанесено. Вообще никакого. Но встает вопрос. А вообще, что же такое? Почему Трамп вынужден считаться с такими действиями? Почему им вынуждены были дать козла отпущение? Ну вот сейчас в современной политологии, так сказать, очень модная такая фраза есть. Понятие большинство не количественное, а качественное. Один волк и отара овец. Кто сильнее? Ну, во-первых, здесь неправильная вообще постановка вопроса. Нельзя рассматривать продуктовую цепочку, кто кого ест в таком плане, даже в социальном плане. А во-вторых, есть осознание, что закон диалектики и переход количественных изменений в качественный, он не работает. Ведь если бы читали достаточно общую теорию управления, то знали бы, что взаимная обусловленность качества количеством и порядком. Изменение количественных и порядковых значений ведет к изменению качества. В то же время изменение качества выражается в количестве и порядке. Это просто совершенно другое. Вот, кстати, законы диалектики нужно учить отсюда. Они дают понимание, к чему происходит. Но суть-то в чем? Ну, не работает эта фраза, но она очень серьезная, эта фраза. Вот представьте себе огромное количество простого народа, которое проголосовало за Трампа. Но управленческий корпус, еще, так скажем, определенная поддержка Трампа до уровня штатов есть, но уже с уровня штатов и на федеральном уровне, и на глобальном уровне при проведении это в международных институтах различных, она отсутствует. Весь управленческий корпус наполнен страновиками, которые хотят до сих пор все грабить. Это означает лишение Соединенных Штатов статуса супердержавы в этом смысле, а это означает потеря его рабочего места. Ему придется идти на биржу труда и зарабатывать по своим интересам. А они уже несколько десятилетий привыкли к тому, что они работают, и они сопротивляются всеми возможными способами до того момента, как можно будет их заменить. Им нужно дать проявиться для того, чтобы начать определенные увольнения. Так что в результате этой жертвы в лице Флинна решилась глобальная проблема для Соединенных Штатов. Они вывели, кого и как надо управлять. Они подставились, не понимая глобальной политики, и теперь их нужно будет просто выщелкивать по одному, по одному, по одному и заменять. Нужно понять простую вещь, что если будет саботаж управленческих решений, рухнет все, а управляемость социальными процессами в социальных суперсистемах должна быть. Иначе катастрофа. Страновики этого не понимают, просто-напросто не понимают. Вот Урсула фон дер Ляйен, она ведь прямо сказала, ребята, к Соединенным Штатам обращаясь на Мюнхенской конференции, вы должны понять свою ответственность перед миром. Все последствия, которые будут, они, может быть, для нас будут очень серьезными, может быть, даже катастрофически, но для вас они будут, если вы не поймете свою ответственность перед миром, они будут катастрофически однозначно. Потому что все туда перебросится. А ведь ситуация-то какая? Смотрите, вы думаете, это просто так, что ли? Вот в Бонни собралась двадцатка глав МИД. Там состоялась встреча с Лавровым. И вот есть аппарат, который занимается этим управлением. Кто там покажет выйти в прессе, пригласить там? Как только Тилерсон заговорил с этой приветственной речью, тут же клерк сказал, что все из помещения. Наш министр иностранных дел возмутился. Это что вообще за поведение такое? Вы кто такие? Вы прерываете речь, которая должна быть. А они ведь это не сделали. Они просто... Да мало ли кто он такой Тилерсон. Ну и что, чтобы руководитель Госдепа, глава Госдепа? Мы, пешки, решаем. Ведь решали до такой степени, что они ему не заказали гостиницу. Просто-напросто. Вот прилетает человек, а ему некуда. И он жил совершенно в другом месте и тратил время на то, чтобы добираться на все эти заседания. Вот о чем идет речь. А вы представьте себе, если все это напрячь, да они закусят у дела, не понимая. Каждый за свой шкурный интерес. Ему плевать на интересы Соединенных Штатов. И вот нужно, обладая... Фактически, Трамп делает то же самое. Он, опираясь на народ, прошивает управленческий корпус и наиболее отмороженных начинает срезать. Даже уже из новых назначенцев кое-кого уволили. Не говоря уж о том, что сейчас идет чистка. Но всех убрать невозможно. Нужно делать это постепенно. Потому что меняется целевая задача Соединенных Штатов в мире. А тот кадровый корпус, который был сформирован, он под другую целевую задачу был сформирован. Так что сейчас нужно просто-напросто вывели и выщелкивать, что он, в принципе, и делает Трамп. Но это же не громкие отставки назначения. Ну, кто такие вот команда Тиллерсона, которая ему устроила вот эту демонстрацию? Но им же надо было проявиться, прежде чем их уволить-то, понимаете? Я не исключаю, что ему просто-напросто кто-то им вбросил такую идею. А здесь дальше? Ну, ребята, вам показали кто. Вы страну опустили. В глазах русского министра вы на величие Соединенных Штатов работаете.